Ну так вот, вместе с сайтом всемайки.ру ты сможешь максимально подчеркнуть свою индивидуальность. Любишь игры? Ну не знаю, вот тебе принты с самой лучшей игрой всех времен, выбирай. Не умеешь плавать? Вот тебе футболка от Томми Версетти. Ты мазохист и любишь солнышко, потому что оно колет глазки. Покажи свои увлечения вместе с принтом Dark Souls на кепке. 28 ударов ножом, ты действовал наверняка, да? Погоди, не ори, оденься канонично, а потом предъявляй. На всемайки.ру ты найдешь все. Можешь выбирать из более 600 тысяч принтов на майках, футболках, толстовках, бомберах, кепках, кружках, чехлах, даже на небе, даже на аксессуарах. А если ты не нашел интересующее, что ты такое вообще, можешь создать свой собственный принт всего за 2 минуты. Кстати, в описании ты найдешь принты от BullJet, можешь лично ценить их на сайте. А чем больше перейдет на сайт, тем больше принтов я буду делать в дальнейшем, может даже на заказ. Или рекламить ваши работы, кто знает. Ну и конечно моим подписчикам 10% скидки по промокоду F5F671. Так что будьте модными, будьте счастливыми. А у нас тут новые долгожданные истории из ММО. И для вас будет простое задание для моментального выхода следующей части, но об этом в конце. А сейчас заряжаем лайки, оставляем комментарии, подписываемся, берем тарелку с лапшичкой или картошечкой и принимаем форму желе. Ведь с вами BullJet, и мы начинаем. Фэнси с научной точки зрения. City of Heroes. Город героев в свое время была очень занятной ММО, где вам выпадала возможность примерить плач супергероя, неся справедливость, или нацепить маску злодея, строя козни людишкам и яростно хохоча. В целом это была довольно стандартная ММО с ивентами в духе супергеройских комиксов, с различными зонами, заданиями и существами. Но зато там была довольно динамичная боевая система, а прокачка действительно позволяла ощущать себя супергероем, открывая все более крутые способности со временем. У игры сформировалась очень прочная комьюнити, которая любила City of Heroes сей душой, даже до сих пор оно там сидит. Сообщество было настолько дружелюбным, что максимально прокаченные игроки, увидевшие в игре, кажется, все и потерявшие к ней интерес, заходили в город героев, чтобы просто помочь новичкам советом. Внезапно образовали негласный кодекс чести, который призывал не использовать эксплойт и не мешать другим игрокам играть и относиться друг к другу с уважением, а герои состыковывались со злодеями, чтобы создавать небольшие простые сюжеты в духе комиксов, которые, конечно, ни на что в игре не влияли, но что приносило фан и общение. Дошло до того, что боевая зона, где герои и злодеи могли помериться силами, потеряла свое изначальное назначение в игре. Теперь там собирались враждующие фракции и мирно общались, обсуждая прошедший день и договариваясь пойти на босса вместе, поделив опыт и награды. Все уже успели привыкнуть к идиллии, которая ничем не могла быть испорчена. И тут появился Твикс, супергерой в ракетных ботинках и всевозможных кислотных спандексах с неизменной буквой Т на груди, цвет которых он выбирал, видимо, по настроению. Твикс заходил в боевую зону, собирал за собой кучу дружественных сильных мобов и начинал искать свою жертву. Найдя очередного злодея, Твикс телепортировал его к себе и несчастный злый день умирал от града ударов монстров, собранных Твиксом. Так он ходил от злодея к злодею, убивая их и каждый раз произнося свою знаменитую фразу «Yay heroes, go good team, wheels lose again!» Что переводится как «Ура героям, вперед команда добра, злодеи снова повержены». При этом Твикс не получал никакого опыта и наград, так как убийство засчитывалось мобам, что подразумевало, что Твикс – обычный тролль и последователь Фэнси. Но очень скоро Твикс стал убивать злодеев пачками. В день могло слечь 100-200 тел. Поначалу игроки отреагировали довольно сдержанно, попросив Твикста не играть подобными методами. Но когда они поняли, что воздействие их просьба не произвела, в ход пошли оскорбления и угрозы. Мать Твикста обзавелась кучей ухажеров и заболела смертельными болячками, сам Твикс становился то дауном, то насадкой на член, а вскоре пошли и настоящие угрозы, что реальную личность Твикста раскроют и придут к нему домой, чтобы убить и расправиться с его семьей. Но и это не остановило неутомимого супергероя. Он продолжал убивать злодеев, издеваясь над ними своими фразами и вывешивая списки убитых за день. Да, периодически Твикста удавалось победить, но это совершенно ему не мешало. Его начали ненавидеть все. Буквально. Помните Фэнси? Ненависть к нему была лужей по сравнению с тем бурлящим океаном хейта, который вылился на Твикста. Шутка ли? Лидеры серверов начали вывешивать объявления о начале травли над Твикстом. Почти все, если не вся 150-тысячная аудитория игры возненавидела Твикста и желала ему смерти, присылая на его почту тысячи гневных писем с угрозами. Финал этой истории вы не сможете предположить даже в самых смелых фантазиях. Если вы думаете, что Твикст убивал злодеев, чтобы потроллить для лоузов или потому, что он обиделся на кого-то, то вы будете максимально далеки от истины. На самом деле, Твикст – часть социального эксперимента. За персонажа играл 55-летний профессор психологии Дэвид Майерс, изучающий видеоигры в фокусе своей специальности. Он использовал Твикста, чтобы увидеть поведение общества и нарушение социальных норм. Майерс решил игнорировать законы, придуманные игроками, и играть так, как это позволяли геймдизайнеры. Он был очень удивлен, когда, убивая злодеев, он слышал от них свой адрес «Угроза настоящей смерти». Ведь борьба супергероев и суперзлодеев подразумевалась игрой. А его супергеройские напарники не желали помогать ему в битвах, пассивно наблюдая со стороны и пропуская мимо ушей серьезные угрозы в адрес Майерса. Еще больше он удивился, когда лидеры серверов начали массово призывать травить Твикста всеми силами. Майерс тогда сказал, если вы не являетесь членом общества, вас пугают палкой. Игроки почему-то решили, что если постоянно унижать и убивать Твикста, этого будет достаточно. Если они и обращались к разработчикам, то только с просьбами забанить Твикста, а не убрать механику убийства с помощью мобов. А сами разработчики были не в состоянии банить всех игроков, которые угрожали Твиксту в игре. Сам Майерс беспокоился, что его реально вычислят, но этого не произошло, из чего он сделал вывод, что хоть угрозы и были, они оставались только во вселенной Города Героев. Но его напрягло то, что в игре, поощряющей разнообразии игрового процесса, оригинальности и конкуренцию, игроки решили придерживаться укоренившихся обычаев созданных комьюнити, требуя того же от новых игроков, лишая их возможности полноценно играть. При этом исследование показало, что средний возраст участников игры 24 года, 3 из 10 игроков женщины и только 2% безработных. И всем этим, казалось бы, полноценным и цивилизованным людям ничего не мешало опускаться до средневековой жестокости. Твикс породил такую ненависть, что даже когда Майерс уехал со своей семьей в отпуск на пару недель, не заходя в Город Героев, в игре не перестали обсуждать его персонажа. Некоторые радовались его отсутствию, подумав, что его наконец-то забанили. Другие начали распространять мерзкие слухи, что Твикста вычислили и наконец-то убили. И этому стоит радоваться, так как в настоящей жизни Твикс, оказывается, был педофилом. На этом Майерс говорил, что это переставало быть веселым, я ощущал себя самым оскорбленным игроком в мире, что скорее всего так и есть. В 2008 году Майерс опубликовал статью «Игра и наказание. Печальный любопытный опыт Твикста», где раскрыл свое имя и суть эксперимента, отчего эта история стала доступна массам. Статья получилась интересной, но в ее адрес было направлено и немало критики. Например, на то, что Майерс все-таки издевался над игроками, вызывая у них негативную реакцию. А также подошел к проблеме с одной точки зрения и все же использовал эксплойт-связку мобы-телепортация, которая разработчиками не была намеренно введена. Но с другой стороны, цели свои Майерс достиг, показав, насколько могут одичать и озлобиться люди, стремящиеся сохранить нерушимость привычных уставов, даже если они существуют только в выдуманном мире игры. После публикации статьи Твикста в игре так и не видели. Говорят, его забанили, а тактику с мобами упразднили. Но кто знает. Может быть, он еще вернется. Русская песнь войны. World of Warcraft. Русские в ММО – это отдельный жанр. Слышите истории про великие онлайн-битвы? Не сомневайтесь, там где-то затесалась русская комьюнити, которая красной волной захватывает все, что можно захватить, заставляя другие народы хвататься за голову. И такую репутацию русские заработали, если не с появления первой ММО, то уж точно с того момента, когда онлайн-игры стали массовым явлением. В 2005 году, когда запустили сервера World of Warcraft, народ со всего мира начал вливаться в новую ММО по всеми любимой серии стратегий и вживался в ее мир, изучая классы, навыки, локации и прочее. На всех серверах было мирно да гладко. Люди спокойно фармились, радовались топовым шмотом и вступали в гильдии. На всех, кроме одного. На европейском сервере Warsong начались необычные волнения. В общем чате начала всплывать русская речь. И вроде бы ничего, сообщений поначалу было не так много, но с каждым днем их становилось все больше и больше, и в конечном счете, великий и могучий заполонил все строчки сообщений. Редкие возгласы европейцев с просьбой говорить на английском тонули в бесконечном потоке русских словес. Если в самом начале русские на Warsongе представляли из себя небольшую коммуну, то через пару месяцев европейские игроки, для которых сервер и был создан вообще-то, остались в меньшинстве, что стало для них большой проблемой. Коммуницировать с русскими было сложно. В рейды англоговорящих брали неохотно, по сути только для того, чтобы забить пустующее место от нехватки игроков. Если внезапно приходил какой-то Вася Мама Ловер 10 лет, его моментально брали в рейд, вышвыривая иностранцев, какими бы мастеровитыми они ни были. А даже если иностранец прошел босса вместе с русскими, нередко его обделяли шмотом. Проблема была еще и в том, что европейцы никак не могли наказать русских или предъявить им свое неудовольствие. Не только потому, что они упустили момент и остались в меньшинстве, но и потому, что русские игроки внезапно оказались невероятно скилованными. Они моментально разбирались в механиках игры, оперативно реагировали на незапланированные случаи и быстро выбивали топовый шмот, не оставляя шансов победить их ни в ПВП, ни даже в оскорблениях в чате. Европейцы-то были гораздо хуже. И это, кстати, удивительно, учитывая какой интернет был в 2005 году в России, когда один патч на несколько сот мегабайт приходилось качать пару дней, а лаги в рейдах были само собой разумеющимся явлением. В конечном счете, русская оккупация Варсонга привела к тому, что англоговорящие просто исчезли с сервера. Советую на форумах обходить Варсонг стороной и вообще считать это карантинной зоной. Почему такой большой наплыв был именно на Варсонг, остается загадкой. Если кто знает причину и застал те времена World of Warcraft, можете рассказать о ней в комментариях под этим видео. Но у меня есть подозрение, что на нем был меньше пинка и сработало сарафанное радио. Один друг позвал другого, тот посоветовал третьему, тот завлек четвертого и понеслась. И даже разработчики ничего не могли поделать с русским зеркрашем, несмотря на многочисленные жалобы европейцев. Так как по факту, русские не нарушали правил игры и вели обычную деятельность, как и все. Поэтому знамя России над Варсонгом реяло до самого закрытия сервера в 2008 году. И никто его так и не попытался отхватить. Умрем за короля. Тера Пока Bluehole не прогремела PUBG, основной ее игрой была Тера. Довольно популярная корейская ММО, которая полюбилась и нашим игрокам. Несмотря на то, что процесс игры был мало чем отличен от других ММО-РПГ. Видимо, чтобы немного исправить ситуацию и внести разнообразие, разработчики решили сделать в игре политическую систему, которая внесла большой интерес в геймплей гильдий. Суть политической системы состояла в том, что в поселениях выбирался свой ванарх, иным словом депутат, который получал бы топовый шмот, мог изменять налоги, добавлять на локации уникальных торговцев, обращаться к каждому поселенцу провинции через чат и получал другие плюшки на три недели, после чего выборы ванарха проходили снова. Но чтобы стать ванархом, приходилось попотеть. Для начала, конечно, нужно было быть прокачанным, иметь по крайней мере 50 уровень, владеть гильдией третьего уровня с 20 участниками и больше, и иметь в кошельке 3000 золотых для взноса. Если условия выполнены, начиналась предвыборная кампания, в которой нужно было набрать политические очки. Набрать их можно было разными способами. Кандидату нужно было убедить народ, что он хороший, поэтому можно использовать подкуп избирателей, использовать свою гильдию, помогая народу и прося их проголосовать, устраивать турниры на призы или даже выпускать предвыборное видео. Ну или можно было бить морды в ПВП и тем самым становиться депутатом. Естественно, многие избрали именно второй путь, при этом совсем скоро игроки осознали, как обмануть систему и легко набрать политические очки на сражениях. Половина гильдейцев будущего ванарха выходили из своей гильди, приходили на ПВП-арену и просто отдавали свои жизни за депутата, который тем самым бесконечно фармил очки политики. По сути, это выглядело как самое настоящее жертвоприношение депутату, когда приближенные избиратели добровольно давали свои жизни для высшего блага. Естественно, все гильдии стали поступать именно так, убивать своих сагильдейцев и становиться ванархами. Разработчики только через пару недель увидели, что натворили, но изменить многое не могли. Только те, кто был замечен в протоубийственных выборных кампаниях, лишали очков политики и право становиться ванархом на некоторое время. Позже систему ванархов поправили и больше таких случаев вроде бы не повторялось. Время выбрасывать камни. Скрипс. Есть игры не для всех. И я говорю не про какие-то высокодуховные инди, собранные на коленке в юните, а про игры для программистов, например. Далеко не каждый получит удовольствие от проекта, где даже для передвижения юнитов нужно написать программный код. Одна из таких игр – Скрипс. Это MMORTS со всеми полагающими прелестями жанра, но играется она с помощью прописывания скриптов и сценариев. И это создает кучу историй, так как скрипты управляемых юнитов постоянно меняются и взаимодействуют с другими, порождая неожиданные ситуации или просто забавные случаи. И Николай Харитонов поделился со мной одной историей, которая с ним однажды произошла в Скрипс. За что ему большое спасибо. Одной из важных составляющих данной игры является логистика ресурсов между базами в так называемых комнатах или локациях, чтобы распределять их там, где это больше всего необходимо. И однажды Николай решил другому игроку эту самую логистику немного подпортить. Атаковав одну базу, он почти ее уничтожил, но оставил некоторые важные сооружения вроде терминала. Терминалы как раз и передают ресурсы между комнатами. И Николай послал к такому терминалу одного из своих крипов и запрограммировал его доставать все поступающие ресурсы минералов из терминала и высыпать их на землю, где они через некоторое время растворялись и исчезали. При этом на другие базы оппонента Николая поступал сигнал, что на базе, где орудует Крип, не хватает минералов. И каждая из баз старалась восполнить потерю, посылая порции ресурсов через терминалы, не подозревая, что они просто выкидываются. Так происходило до тех пор, пока Крип не выкинул все ресурсы из всех баз оппонента. Но машинный код есть машинный код. Раз пользователь сказал, что нужны минералы, значит они нужны. Хоть ядерную войну разводи, но ресурсы добыть надо. Поэтому торговый искусственный интеллект, отвечающий за ресурсы, просто начал скупать с рынка минералы и посылать их Крипу. Так они и сработались. Искусственный интеллект покупает, Крип выбрасывает. Все довольны. При этом особое удовольствие этого процесса в том, что Крип буднично произносил количество выкинутых минералов вслух. Не забавлял это действие только оппонента, на которого напал Николай. Во время атаки и выбрасывания ресурсов он просто спал, но очнулся в последний момент и переписал скрипт, прекратив поставку минерала на базу. Разорить оппонента Николаю так и не удалось, но экономику он подорвал более чем успешно. Предложив оппоненту посмотреть статистику расходов, тот отказался со словами, спасибо, конечно, но я бы предпочел этого не знать. И это еще не все истории, о которых я хотел бы вам рассказать. И чтобы следующая часть вышла мгновенно, соберите 25 тысяч лайков, поскольку у вас стало заметно больше и мне любопытно, как сильно вы заинтересованы в выпуске моих видео. Не лишним будет оставить комментарии и пожеланию сделать репост, ведь чем их больше, тем быстрее выйдет новое видео. И ведь это всего пара кликов, которая будет вознаграждена новым видео. Ну и самое главное, если у вас есть интересные истории, которые случились с вами или с вашими друзьями на полях ММО, скидывайте их в специальную тему ВКонтакте или на почту, ссылки найдете в описании. И если ваша история будет максимально подробной, желательно с пруфами и сама по себе смешная, дикая или необычная, то она точно попадет в следующий выпуск. Так что просто сделайте пару кликов и ждите новые выпуски. Можете ознакомиться с другими моими творениями на канале, они не менее интересные. А у меня на этом все. Пис вам, люди. Пока.